В Багратском районе водитель не справился с управлением и угодил в больницу. Авария случилась минувшим днём. Как сообщает ГИБДД, мужчина на ВАЗе слетел в кювет, машина опрокинулась. У пострадавшего перелом шейного отдела позвоночника, травмы головы и множественные ушибы. Он уверяет, что был пристёгнут ремнём безопасности. А в Шушенском районе в серьёзном ДТП пострадали шесть человек столкнулись с три автомобиля. О предварительной информации ГИБДД водитель Мазды, двигаясь со стороны села Ермаковское, выехал на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с ВАЗом, затем иномарку отбросила на Тойоту, которая ехала в попутном направлении. В результате аварии пострадали двое взрослых в Мазде и четверо в отечественном автомобиле. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства происшествия. В Ширинском районе пьяная парочка не давала эвакуировать машину на спецстоянку. Инцидент произошёл прошлой ночью. В полицию поступило сообщение о том, что по селу катается автомобиль, за рулём которого нетрезвый водитель. Инспекторы его остановили. Нарушителем оказался 33-летний житель Дивногорска. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя в несколько раз. Его отстранили от управления, однако, когда прибыл эвакуатор, на помощь к сельчанину подоспела нетрезвая родственница. Она села в машину и не давала отправить транспорт на штрафстоянку. В итоге за неповиновение сотруднику полиции она провела ночь в камере, а водителя лишили прав и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Между тем, в Хакасии продолжаются массовые рейды по пьяным водителям. Профилактическое мероприятие стартовало 16 сентября. И за шесть дней на дорогах поймали уже 64 нетрезвых рулевых. Причём 12 из них сели за руль под шофе не впервые. Их действия теперь рассматриваются как уголовно наказуемые деяния. Привлечены к административной ответственности более сотни водителей, находившихся за рулём без водительского удостоверения. У ГИБДД добавили, что массовые рейды в Хакасии продлятся до 25 сентября. Самолёт, который вылетел из Москвы в Абакан, пришлось развернуть из-за столкновения с птицей. Это случилось сегодня утром, сообщает пресс-служба воздушной гавани республиканской столицы. Борт авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел по маршруту Москва-Абакан из Шереметьево, при наборе высоты столкнулся с птицей, и командир принял решение вернуться обратно. Спустя 2,5 часа после выработки топлива, осмолёт благополучно сел в московском аэропорту. В связи с этим задержался рейс с событием в Абакан и обратный рейс из Абакана в Москву.